25-я рубка китайского. Во-первых, на собственное по Белосану упражнение, на подстановку. Известны все эти шаблоны начальные, которые категорически надо освоить. Так что прям вот автоматически они были. Ну и слова тут в общем все знакомы. Есть кое-какие имена новые, но я думаю, что иероглифы все знакомы и прочитайте. Значит, кончился вводный курс Задоенки. В принципе, у Задоенки Хуан Шуина вторая часть был большой учебник китайского, по которому я учился в 90-е. Почему-то я его на ториндах не вижу, в интернетах не вижу. Что там с ним случилось, не знаю. Но впрочем, учебник-то плохой. Там они увлекались все время этими знаками старыми, которые в 50-е годы отменили. К тому же там он был по русской системе написан, когда дается большой текст, а к нему много слов. Сейчас господствует американская модульная система, более удобная. В связи с этим я в качестве второго учебника беру вот этот вот. Он есть полностью в интернете. К нему, кстати, есть зубрилка на Memrise. То есть можно зубрить слова с тонами зубрилка. Уже маленько ее посмотрел. С тонами в смысле, что там произносят слова, и можно учиться еще тона на слухах. Осваивать. Значит, новый практический курс китайского языка написан по американской системе с модулями. Ибо я тоже написан по модульной системе. Это самое удобное, особенно для того, чтобы делать видео уроки, тоже очень удобное. То есть там небольшое количество слов, которые очень хорошо отрабатываются в протяжении урока. А если прямо два урока комбинировать, то есть два учебника, если комбинировать, и в первом хорошо отрабатывается, и во втором материал дублируется постоянно, потому что начальный материал же везде одинаковый, то вообще очень хорошо все получается. Просто ханьхао. И так, и так отрабатывается, все по много раз повторяется, все вообще хорошо идет. Поэтому вот это я и собираюсь делать. То есть я собираюсь чередовать по нечетным урокам китайского делать из вот этого практического курса и по отчетным делать из боя. Значит, в практическом курсе 70 уроков, а в БАЯ где-то 150. То есть БАЯ более подробный учебник, и более того, БАЯ захватывает высший уровень. То есть уровень С1, С2 там тоже есть. А практически курс идёт до Б2. Но в практическом курсе получилось немножко больше уроки, поэтому сначала будет немножко отставать он от БАЯ. То есть будут простые какие-то тексты, которые в БАЯ уже проскочили. А потом будет немножко вперёд идти. То есть довольно быстро он этот уровень БАЯ догонит, то что БАЯ просто подробно идёт, и будет немножко вперёд идти, ну и нормально, в принципе. Когда один немножко вперёд, другой назад, получается, что мы повторяем то, что было назад. Есть такая фигня, что вот выучишь, и через неделю забывается. Учишь что-то новое, его помнишь, а то, что неделю назад учил, уже забыли. Но для этого такая система мной применяется, что два учебника, из которых один немножко отстаёт, ну, получается, мы всё время повторяем. Плюс я из Белосана буду на собственное вставлять тоже тексты элементарные, и там тоже всё повторение, повторение, повторение будет. Я говорю, говорить пусть китайцы учат, а свободно читать я могу научить вот таким способом. Значит, арифметически что получается? 70 уроков в практическом курсе, это всё китайские учебники, канавировские, кстати. Потом 150 в боя. Получается 220 уроков всего, да? Вводный курс 20 уроков тоже уже проскочили. Получается 240. Это занятие по учебникам, а у меня запланировано 333 на китайский. Значит, около 100 уроков будет чтение. Вот, дойдём, ну, до Б1 хотя бы, или Б2. И я буду чередовать уроки по учебникам с уроками чтения. Вот как в латыни я делал, но в латыни у меня 222 урока, да? И там примерно 50 чтений. То есть это чтение неадаптированных каких-то текстов, достаточно интересных, с культурной точки зрения. Хрестоматию у меня есть для среднего уровня. Сначала будем хрестоматию читать, потом для продвинутого уровня тоже. И прессу китайскую я постоянно заработаю. Деньги за это получаю, за обработку этой прессы китайской. Вот, то есть это мы будем тоже разбирать. Просто обычные тексты, неадаптированные, но на какие-то интересные темы. Вот этого будет тоже примерно 100 уроков вот таких будет на чтение. В результате вот комбинируя два учебника, полных с уроками чтения, я до C1, я собираюсь довести. То есть последние уровни будет C1, свободное владение китайским языком, свободно читать. Я тут, кстати, в интернете, пока вот эти все начальные учебники искал, на сайт попал, там какой-то чувак говорит, что цены за переводы на китайские должны быть высокие, потому что это очень сложно. Я открываю газету китайскую, я половину иероглифов не понимаю, я их ищу в каком-то, блядь, словаре хитровыебанном, иероглифов по этим чертам ебучим, по полчаса один иероглиф ищу, и явно должны быть высокие цены. У меня такой ответ, чувак, ты доучи китайский, блядь, ты половину слов не понимаешь, ёпта, у тебя уровень B1, вот на уровне B1 открывают газету и не понимают половину слов, доучи китайский до нормального уровня, так, чтобы ты вот газету открываешь и всё понимаешь. Ну, не знаю, за исключением каких-нибудь имён собственных, может быть, непонятно, да, ввели новое какое-нибудь, ну, не понимаю, за какое-то имя там, да, или там за какой-нибудь термин заебистый, ну, это и носители, кстати, не понимают. Вот, ты доучи китайский и будешь нормально переводить, нахуй. Вот, моя цель, чтобы полностью был китайский, но, скорее всего, она всё-таки где-то года за два реализуем, учитывая, что 333 урока, да, я не каждый день ещё буду, летом я буду почаще, потом у меня опять перерывы какие-то пойдут, скорее всего, это год или два это всё протянется. Так, ну и что касается этого учебника, практический курс я его буду называть, то, что он так вот называется, даже авторов нету. Вот такой текст первого урока, он должен быть всем понятен, поэтому он тоже на собственное. Всё, элементарные фразы, которые на уровне 25-го урока уже должны быть всем известны, всё полностью на собственное переводите. Тут только имя вот новое, да? Либо и Лина. Так, нет, Лина, вот так надо, Лина. Вот это имя, короче. Так, также тут даются иероглифы. Вот часто в учебниках даётся какая-то, а не пишутся. Я это обычно не привожу, но тут можно привести начальный, тем более, урок. Дело в том, что мы же их не пишем, а мы их узнаём на компьютере, поэтому обучать писать я особенного смысла не вижу. Ну, вот тут ещё приводятся какие-то ассоциации к этим иероглифам, да, от картинки. Рекомендуется самостоятельно, но, может быть, вот эти помогут, да? Вот дерево, допустим, оно в древности писалось вот так, теперь оно так пишется. Только десятый иероглиф не лошадь, а огонь. Хо! Хо! Это огонь. Только тут китайцы, короче, учебник переводили, и что-то тут лошадь два раза перевели. Ну, а так вот, это, я думаю, тоже познавательно. Ну, и всё, потому что, ну, первый урок там элементарный в этом пособии, уже всё это на сто раз проходили, я не вижу смысла подробно. А вот следующие там уроки будут более содержательно, и там буду более подробных приводить.